Верующие истины 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 Игнатий Тихонович будет отвечать, а потом я смогу тоже вступить в беседу после того, как кончится его время. Так, брат Антон Брониславович поставил вопросы, которыми мы можем и придерживаться этих вопросов. Вопрос покаяния, вопрос крещения. Поэтому, хорошо, вы тоже поставили вопрос о крещении в православии, о том, что в настоящее время по местам оно совершается не так, как должно бы совершаться. Вот, поэтому я думаю, что вопрос о крещении стал интересным и для всех тут присутствующих. Вот. Что является для нас мюрилом, что является для нас эталоном в вопросе крещения? Вот. Из чего, если вот, например, как оно должно совершаться, это крещение, как вы себе представляете, Игнатий? Для того, чтобы человек смог креститься, для этого необходимо два условия – вера и вода. Когда уверовал Евнух на колеснице, к которому пристал Филипп, то говорит, вот вода, что препятствует. Мы видим, что этого вопроса не возникло, пока не подошел Филипп. И у Евнуха этот вопрос не был сказан, пока не появилась вода. Почему у нас такое положение? У нас сейчас ни веры, ни воды нет. И, видимо, поскольку у нас веры, столько и воды. А для того, чтобы была вера, нужны проповедники. А вы вот в одном месте сбились все и ждете очереди на кафедру. А у нас совсем некому проповедовать. Вот почему мы и говорим, что большое поприще перед вами. А что для этого сделать нужно и как? Вот об этом и хотелось бы в близком общении побеседовать. Найти точки соприкосновения. Дальше хозяин сказал, я это уже не раз слышал о беседах. Давайте только так, чтобы беседовать, друг друга не задевать. То есть хорошо, как Ярл Пести говорит, все ладно, все мило. Но это Марков Георгий говорит, смотрите, получится, говорит, не ласка, а мыло. Слово Божие, это как рашпель. Оно для того и дано, чтобы очищать все, с песочком все продрать нас. А не для того, чтобы бархаткой и не задевать никого. Нет такого Слова Божия. Это молот, разбивающий скалы. Это огонь, это меч, и при том обоюдо острый. Бывает больно, да иначе и быть не может. А как же, если, допустим, так зараза в нас распространилась, окороствовали, то надо и прижигать. Затоуст постоянно обращался к этому выражению. Прижигать. Видимо, немного было лекарств, и частенько пользовался врач этим. Так вот, о крещении. Чтобы человек мог принять крещение, согласно я буду говорить, все, как принято было в первоапостольской церкви, ничего к этому не прибавляя. Первоапостольская церковь, которую мы называем соборной, символи веры, так говоря, верою во святую соборную и апостольскую церковь. Исповедуя эту церковь, мы исповедуем те догматы, которые исповедовали символи веры и как принято было святыми отцами. Сейчас называют оглашенные, то есть приближенные тогда были оглашенные. По сегодняшний день в литургии сохранилось слово оглашенные и зудите, то есть приближенные до определенной части должны быть. Могут быть на проскомиде литургии верных, следующее будет. А сейчас еще разрешается быть, то есть две трети, они могут пребывать, потом выходить, и здесь будет таинство, только литургии верных. Оглашенные и зудите, чтобы ни одного не было, нужно было проверять. Вся беда в том, что у нас сейчас в православии практически стерлась грань между живым и мертвым, верой и неверием. Может быть это будет грубо, как сказать, но мы видим почти что вавилонское столпотворение. У нас и торговля, у нас этот и вертеп, все что угодно, только не то, что есть. Так что один из ревнителей известных мне сказал, вот пришел бы сейчас апостол Фавел, и вошел бы он в храм, постоял бы, а потом бы спросил, а какой веры эти люди здесь? То есть он бы как раз не увидел то, что было. Хотя вся мистическая сторона практически сохраняется. Тот же самый возглавный изыдитель, который говорит изыдитель, даже головы не поворачивает. То есть он не ждет никакого результата от этого слова. Его нужно произнести. Как об этом говорит Якуб Колос, как в молотилке, с ног на с ног напирает, только мяки налетит. То есть он говорил как раз о дьяконах, о их служении. Слово нужно выговорить, а слов этих 10 тысяч. И чем хорошо и быстрее читай, тем это получается выше. Это все результат нашей недуховности. Беда в том, что священниками стали ставить людей невозрожденных. Это самое страшное. А раз он таков, поговорка говорится, каков поп, таков и приход. Какой приход? А он ничего человек не знает. Церковная работница 18 лет служит около алтаря, убирает и моет и не знает, что такое преображение Господне. Люди приходят у нас в крещение принимать. Где здесь касса? Не о крещении речь идет, касса 5 рублей. Она этот квиток берет, быстрее докурить, да надо, потому что крещение может получиться, ему надо выбегать, а в это время нельзя. Такой человек приступает к крещению. Священник никого не спрашивает, сколько квитков? 24. 24 пересчитали, чтобы лишний не проник. Пятерка, чтобы не уплыла. Я не хочу утрировать практически почти, может быть, больше половины сейчас все так идет. Начинается крещение. Половина не вычитывается то, что есть. А все это должно вычитываться, притом ясно, четко. Человека спрашивают, обратился ли ты к Господу, уверовал ли. Вопрос задается трижды. Отрекаешься ли от дел сатаны? И сам говорит, говори, отрекаешься. То есть отрекается, слово есть, а никто ничего не отрекает. У него табак в кармане, дома логушок с пьем. Ждут там у кумовья, новая встреча, новое знакомство будет. Все на этом сейчас так основано. Теперь трижды повторяй. Отрекся ли? И говорят, отрекался, еси. Иду не плюнь. На кого плевать, на кого дуть? Ничего этого нет. Поэтому некоторые священники просто исключили это из ритуала. Фактически таинство заключается в принятии нового члена в церковь Христову. А на деле мы ничего этого не видим. Никто не знает даже, что такое церковь. Кто прихожане? Но тот, кто пришел, у нас не прихожане, а прохожане. Пришел, как бы прошел и вышел, и его нет. Получается так, что если человек причастился и по небрежности где-то сплюнул, то это место надо вырезать и выжигать. Правила такие есть, соборные. А сейчас, если он курил, как же он может без этого обойтись? Он выходит, тут же закурил, и все остальное есть. Ко крещение приступает, то есть точно так же люди. И когда мы приходим, буквально со слезами прибегаешь к крещению, вы его причастили, посмотрите, как он делает, как ведет себя. А он сказал, что я верующий. Я говорю, у вас с затылка видать, что ты не верующий, а ты ему в глаза смотрел, ты его исповедовал. О чем ты думал? Ты что, лезешь дальше? Есть статья особая на 6-м Средневенском соборе. Ты доходил священника, поэтому тебя надо отлучить. Вот только одна статья срабатывает, когда лезешь к священнику. Остальные 968 правил не действующие, оказывается. Человека, чтобы крести, для этого нужна вера. И такая вера, которую нужно проверить. Согласно правил, которое у нас написано на Маканоне, три года фрок оглашения. Три года человека проверяли, чтобы не проник в рак. Если за эти три года написано дальше сношка, если за три года эти предварительные, он согрешил, спал в согрешение, еще на три года ему, то есть плюс к эти добавляется, как бы не оттиженный срок, сейчас этот уголовный кодекс. Но если в чрезвычайном случае еще он согрешит, до самой смерти никакого ему не будет принятия. Сейчас никто тебя не спрашивает, хоть сегодня ты из блуда пришел, покрестился и ушел, тебя никто не спрашивает. Но зафиксировать надо, горосполком требует отчета, то есть церковь занимается доносами. Истинно, кто хотел его покреститься, но нет мужества, он проходит мимо. Кому нужно, чтобы бабка водилась с младенцем, она не хочет водиться, если он не крещеный, такой идет церковь и покрестит. А мне все равно, что он мне скажет там этот, на работе месткому или кто. То есть то, что у нас есть правила, их никто не отменял, но мы по ним не поступаем. К ним нужно только всего лишь возвернуться к этим правилам, чтобы священник этого знал свое место, требовал то, что должно, и приходящего мог проверить. При мне было, приходит она не трезвая. Она дополнительно, видимо, дает ему еще, она потом сама сказала, я по пудесятку сунула, в Новосибирске было. Она даже не раздевалась, на ней большой парик, и на нем две капли воды, фактически парик крещеный был. Но почему она крестится? Оказывается, она ресторанные работники попала под следствие. Ей говорят, скорее покрестись, и может быть следствие как-то отхлынет от тебя. Вот другой ребенок заболел, кричит по ночам, а бабка не берется шептать, пока он не крещеный. Сатане это все важно. То есть причин, если взять, больше половины не те, по каким люди приходят, не по вере совсем, а их всех крестят. У нас вся беда упирается в то, что священник невозрожденный и такую армию себе набирает. Нужно крестить полное погружение и троекратное, с произношением слов. Во имя Отца полное погружение Аминь вышел из воды. Во имя Сына Аминь из воды вышел. Во имя Духа Святого Аминь. Все. После крещения над человеком что совершается? Миропомазание, то, что каждый раз повторяется, запечатлеваются все органы, печать дара Духа Святого. Чело, уши, уста, нос, все органы, руки и ноги. Как часто сейчас это не делается. Мне бы это и не с вами это говорить, но эту скорбь я не могу никак скрыть. О чем приходится с архиереями беседовать говорить. Что священник в это не верит, и где он мажет, а где и не мажет, и костюм кумы может помазать. Хотя таинство такое, что это место мира, а священное, оно имеет происхождение от апостольских времен, так и постоянно новое варится и с этим со старым смешивается. Это страшное и великое таинство. Если священник утеряет, то могут его и запретить в служении. Сегодня у нас потеря страха Божия. Так что относительно первых шагов об этом хорошо говорил профессор Владимир Филимонович Мартинковский. Само принятие церков у нас неправильное. Без веры. И те, которые хотели бы этого добиться, как должно, сами мы ничего не можем сделать, пока не будет настоящий пастырь. Вот таких мы находим в отдельных приходах. Такие каким-то образом он сумеет пробиться, а пробиться чрезвычайно трудно. Здесь из-за градительных препон. Нужно пройти органы, пройти уполномоченного, и каждая решета очень ситечко просеивает. И как правило из семи, которых посылаешь, то пройдет тот, который никому не нужен. Пьяница в первую очередь проскочит это место. Негодный или у него, если дядя или отец поп, священник, тот в первую очередь пройдет. А настоящий, духовно возрожденный поедет, на пятерки все сдал, все может ответить, но вот нет какая-то причина или брат у тебя сильно верующий, или может быть уже срок брат отбивает. Такому никогда прохода нет. У нас все возвращается на самый первый шаг. Нам крестить некого. Нам нужно первое таинство сделать, покаяние. А каяться в чем? Грешен, на все грешен. Она не выслушала, о чем батюшка говорит. Грешно, батюшка, поскорее меня отпусти. Если еще кто не знает, что у нас, у нас страшная трагедия в церкви. Постепенно, как дошло, лучшие священники, какие были, практически все расстреляны и уничтожены. И когда к этому пастырю, которого сейчас посадили, обращается одна, ну что у вас, разве некому покрестить? Он говорит, некому. А почему? Да всех расстреляли. А почему ваш сын? Не священник, да он шахтером. Но ведь я получаю не больше шахтера, но и священник получает не больше ста рублей, есть слабые приходы. А что он выдерживает? Все на нем. Ему некогда заниматься духовным. Вы не знаете, что такое акафисты. Может быть только вы знаете. Сколько их этих заказных молебнов. Из их повторяя тысячи раз, радуйся, а сам думает, только бы устоять. Священник начинает каждый день завтракать, едва ли в три часа только лишь. Он утром встает в шесть часов, почти полуторачасовая общая молитва, которую дома должен вычитать перед служением, иначе не имеет права служить. То же самое вечером. Здесь нужен колос, железный и компьютерная установка. Столько ему вменено в обязанность, чего он не может сделать. А проповедовать у него, говорит, и некогда. Сколько покойников принесут, всех надо отпеть. Попробуй не отпуяй, он хотя бы коммунист. Четок отбитый. Мое время кончилось. Спасибо. Я на попутный вопрос. Так вы считаете, что православная церковь в данное время такова? В данное время именно. А в России вообще, сколько нас существует? И милое нас другое лицо. В духовном росте. Или такое же лицо, как сегодня? Особенно во времена гонений ничего подобного не оставалось. Поэтому у нас в близком кругу рассуждения сводится на том, и действительно, наверное, никто нам не поможет, кроме последнего страшного гонения, когда церковь снова уйдет в подполье. Я вас не понял. Сколько существует в России церковь? И мило ли на лицо духовное, как было первое христианство, или такое же лицо, какое сегодня имеет церковь? Никогда она такой не была. Я еще повторяю раз. Потому что церковь, чтобы узнать историю, как она вела себя... А не в России? В России. Только в России. Для этого нужно выслушать жития святых, начиная со времени принятия христианства. Какие были подвижники, какие были священники, как они трудились, как обращался народ. Поэтому вот в Братском Вестнике даже пишет об этом Карев, что более благоприятной почвы для евангелизации в мировой истории церкви не существовало, как в России. Было страшное богоискательство, народ взорывался в землю. До того доходило, что сжигали сами себя. Стоило только бросить евангельское семя, как тысячи десятки тысяч начали принимать. Такого никогда не было. И что, попутный вопрос. Все догматы, которые были установлены на студентском соборе, они сегодня, вот по вашему личному мировоззрению, они не поддаются, но переделки, дополнения ли? Я сам все до единого правила перевел на русский язык, переписал и составил на них симфонию. И не нашел ни одного правила, которое было бы против библейского духа. Только восхищаясь тем, что простые смертные человеки не без влияния Духа Святого могли до такой мудрости доходить. Как все было мудро составлено? Но беда в том, что мы ничего этого не исполняем. Закон есть ударившему щеку под стать вторую, но покажите, говорит, таковы, что в жизни исполнял. Конечно, ваше желание видеть в крещении, исполняющемся ближе к священному писанию и к первоапостольскому образцу, похвальное. И вообще желания это хорошие. Нужно сказать, что вопрос о крещении, который мы подняли, должен бы рассматриваться именно с точки зрения, как этого требует священное писание, требовало от начала священное писание, и как оно было в ранней христианской церкви. Потому что если мы ищем образца для сегодняшнего времени, или в православии, или в любом другом месте, то этим образцом может быть именно священное писание и первоапостольская христианская церковь. Я думаю, что это самое подходящее будет мерило, самое определенное кредо. Потому что в вопросах религии, конечно, самым главным авторитетом является Слово Божие. является и предание, в том случае, если оно не противоречит Слову Божию. Если мы поднимаем вопрос о крещении и обращаемся к священному писанию, мы видим, везде оно совершалось в сознательном взрослом возрасте. Хотя оно, где бы мы ни читали об этом, везде об этом говорится, что человек услышал Слово Божие, под влиянием Духа Святого раскаялся и исповедовал веру и крестился. Иисус Христос говорит, идите, научите все народы, прежде чем их крестить, надлежало их научить. А младенец, он не может различать между худым и добрым. Поэтому, если говорить о крещении и восстановлении истинного образа этого крещения, то нужно именно иметь в виду сознательное принятие истины. Это очень важный вопрос. И первая христианская церковь, нужно сказать, по имеющимся все-таки документам, историческим, она именно такого образа крещения и придерживалась. Вы говорите, во времена Григория Богослова было христианство ближе к истине, и оно стояло на правильных позициях в этом вопросе, и оно придерживалось библейских пониманий, ближе. Это совершенно верно. Поэтому я хочу сказать, что, например, сам Григорий Богослов крестился во взрослом возрасте, примерно около 30 лет, когда ему было. Крестился он, я очень коротко скажу об этом, после того, как совершил учение в Афинах, вот, и когда он вернулся, вернулся домой к отцу, вот, который был, кстати, епископом, то он принял крещение. Родился он в чисто христианской семье. Его мать была искренняя христианка, отец его, Григорий Назианин, вот, он был, получил епископство примерно с 328 года. И к этому времени относится и рождение Григория Богослова, 328 год. Для чего я это говорю? Что крещение он принял где-то к 358 году, после возвращения из Афин. Это можно проследить по энциклопедии, православной богослужской энциклопедии, вот она у меня есть, и этот вопрос тут очень четко прослеживается. Для беспрессовного исследователя это совершенные и полные факты. Значит, в четвертом столетии из этого делаем вывод. епископы имели жен, рождали детей, и эти дети, которые рождались в их семьях, не получали детского водного крещения. Вот. вернувшись из Афин, он принял крещение. Естественно, что мать христианка, ревностная христианка, и отец, который уже получил епископство, обязательно крестил бы своего сына, как это не покрестил бы, если это было уже тогда, в четвертом столетии, крещение младенцев установлено. Разумеется, точно так же Василий Великий тоже крестился во взрослом возрасте. Вот. Значит, если вы ставите вопрос о очищении, или о исправлении вопроса о крещении, вам обязательно придется именно встать перед вопросом, что крещение, даже в христианской семье, должно совершаться в сознательном возрасте. Значит, подтверждение это на основании Деяния апостолов, везде об этом говорится. Вот. И подтверждение из истории, ранней христианской истории, вот образ жизни из биографии Григория Богослова. Точные данные посылаю вам том четвертый, кажется, страница 615-я. Григорий Богослов. 615-я страница, том четвертый, да. Значит, отец Григория Богослова до своего обращения в христианство принадлежал в секте испаритарии. Но это не так важно. В 325-м году под влиянием своей жены он крестился, а в 328-м году или 329-м был избран епископом Назиана. Как епископом он отличался в шедрую благотворительностью, добродетельностью и не был вспыльчим, но был вспыльчим. Ну ладно, это не так важно. Однако брак родителей святого Григория долгое время оставался бесплодным. Григорий, вероятно, на первый плод этого брака, был сыном молитвы. За ним следовала дочь Горгония и младший сын Кесарий. Григорий родился около 329-го года в Ордиане. Значит, пожалуйста, в 329-м году родился Григорий у семьи епископа. Вот поэтому, если вы хотите уже восстанавливать в крещении, то вам придется восстанавливать вопрос о том, что в христианских семьях крещение преподавалось в взрослом виде, а не в детском виде. Благодарю за внимание. Вот еще к этому вопрос, ведь я не думаю, что полностью осветили вопрос в крещении. Как я заметил, Игнатий Тихонович подметил такую деталь в крещении, с формой крещения 1-й, 27-го дня в данном случае, то есть с формулой, согласны. А вот именно трехкратное погружение, здесь, я думаю, следует остановиться на трехкратном погружении. Почему? Потому что апостол Павел Каримином, он пишет, что крещение, само собой, оно указывает, во-первых, на смерть, а потом на воскресение. Как сам Иисус Христос, он единожды умер и единожды воскрес, так вот это крещение христианское, оно символизирует собой единое умирание для греха и единое воскресение для жизни вечной. В данном случае трехразовое погружение, оно как символ не оправдывает вот этого значения. Пожалуйста, хотелось бы мне ваше мнение по этому вопросу знать. Так, теперь я хочу знать, когда повторно поступает вопрос, то мне что, можно снова рассчитывать на эти же десять минут, чтобы успеть ответить? Я думаю, что как-то надо покороче. Потому что они спрашивают очень много, и ответить я не смогу, просто данных нужно дать. Коротко ответить относительно коротких тогда ответов. Вы должны более понять аргумент основания. Ну я коротко задал, я понимаю, а права не Библия? Хорошо. Понимаете, вот это будет полная наша заказа. На основании Библии, скажем, вопрос закрыт, ничего в Библии про это нет, но ведь вы не удовлетворитесь этим. У нас есть священное предание, перед началом беседы было сказано. многое в Библии не указано, но у нас наравне с Библией в церкви принято священное предание, которое несет в себе правильное толкование, правильные обряды, правильное совершение таинств. Если на основании этого, то я слышал такой ответ, чего нет в Библии, то то, что в первые века христианской церкви было то, что не противоречит священному писанию. Почему троекратное погружение? Потому что троекратное погружение свидетельствовало воскресение для Отца и Сына и Святого Духа. Мы здесь тогда как бы для этого поставим еще один вопрос. Сегодня я вот знаю, сколько у протестанцев крестят человека опрокидывает назначь. Такой формы крещения не было. Если уж смерть крещена, то Христос умирал прямо на кресте в православной церкви так и крестят. Прямое погружение. А опрокидывать это положение в огроб. Христос и Катасул в таком состоянии ложился во гроб. Вот почему троекратное погружение. Теперь вы сказали, что если правильное крещение будет, то надо позаботиться, чтобы только во взрослом состоянии было. Но уже второй век показывает, что Артулиан пишет против детского крещения. Для нас интересно то, что он распишет, как такие, как Тициан, Топлини младший упоминает о Христе. Хотя они и против говорят, но главное, они упоминают. Значит, они уже слышали о Христе. Так и здесь. То, что детское крещение уже было. Пока еще до Вселенских соборов, а как раз вот Григорий это богослов, это начало самое было, разные были обычаи. Обычаи были местного характера, разное время празднования Пасхи. Это все еще только утверждалось. Никто не не настаивали на принятие единообразия даже в таких важных вопросах. Было бы креститься при смерти. Считалось, что грехи, которые совершит человек после крещения, они почти не прощаются. Даже была такая поговорка, что после крещения совершенный грех требует столько же слез, сколько было воды в купеле. Вот, допустим, Иоанн Златоус крестится в возрасте 22 лет. Почему? В то время был раздор между православными и Арианами. Ариане одержали верх, ссылали всех православных епископов. Его мать Анфуса, как истинно православная христианка, не желала принимать крещение и таинство от еретического епископа. Они ждали возвращения и ссылки своего епископа. И как Экамелетий возвратился, Иоанн принимает от него крещение. Вот апостол Павел об этом говорит. Для чего же тогда крестится для мертвых? Вот этот стих. Многие спрашивают, а что он означает? Получалось так, что человек затягивался крещением до смертного часа, а смерть в повестке не присылала. Внезапно человек умирал и оказался без крещения. Тогда делали так, что под одр с лежащим мертвецом знакомый, брат или родственник располагался и краплением крестили этого, который мертвый, крестится или крещусь, отрекается или отрекается, отвечал за него находящийся под гробом. Для чего крестится для мертвых? То есть, как будто бы здесь сидит и порицание этого метода, но здесь не о порицании, о том, что люди делали это с верой в будущее воскрешение из мертвых. Так что, это были всего лишь местные обычаи. На чем основано детское крещение? Коротко. То, что все ветхозаветние было образом тенью будущих благ, а тело во Христе тенью крещения было обрезание. В восьмедневном возрасте еврейский ребенок вступал в израильское общество, и всякая душа, которая не примет обрезание, да истребится. Это же известность в послании к колоссянам. Я не открываю, потому что вы все знаете, что. И называют это обрезанием христовым, и добавляют крещением. Крещение сегодня называется обрезание христового, которое мы получаем уже в Новом Завете. Почему Галатам 3.27 и 29 говорит, теперь нет ни мужеского пола, ни женского. Не в том, что на Каслере может быть любой женщина или мужчина, а в том, что раньше, если только участвовал младенец обрезан был, девочки исключались из этого числа, а сейчас крестятся и мальчик, и девочки. Девское крещение основано именно на этом, что у человека первородный грех в беззаконии и зачатого грехе родила меня, Иова 14.4 Кто родится чистым от нечистого ни один. Берется из откровения место, показывается, ничто нечистое туда не войдет. Церковь является, то есть корабль Ноева Ковчега как бы является прообразом церкви. Вне корабля нет спасения, вне церкви нет спасения. Деяние 2.47 говорится, Господь ежедневно прилагал спасаемость к церкви. Если есть спасение вне церкви, незачем их прилагать. Это все стихи, на которых основывается детское крещение. В детском крещении, как и во взрослом, мы взрослые не отрицаем. Оно есть и всегда было. Но наравне с этим не отрицается детское. Например, Авраам принял обрезание и весь дом был обрезан. И всегда было так. Раз это прообразом, точно так же. Когда человеку верует, крестился стражник Стефан, измейство Стефанова Павла говорит, я крестил, все семейство. Лидия обратилась к все семейство. Весь дом. Вот косвенные как бы указания на то, что раз весь дом, и ветхозаветнее показывала обрезан весь дом, но только здесь имеется ввиду, что и крестился женский пол. Берется место 2, 37, и 9. Деяния апостолов. Что нам делать, мужи, братья? Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Раз для прощения грехов, 22, 16, Деяния апостолов, говорится, встань, крестись, я мой грехи твои. То есть неоднократно указывается, что именно грехи омываются. А раз ребенок рождается во грехах, а он должен быть в корабле в спасительном ковчеге, после рассуждений на соборах, и вы что указали все это совершенно правильно, было принято уже единоеобразие, детское крещение, но только при условии, когда верующие родители у нас и это нарушается. То есть приходит, лишь бы если кумовья были они крещены, сумел обмануть, значит он и не крещеный, а о вере никто и не спрашивает его. Вот поэтому детское крещение у нас, оно не отрицает взрослое, а взрослое никак не влияет на детское. Но по вере родителей приносят, крестят и должны воспитывать. Основывается именно на обрезании. Я в пакутный вопрос. Есть ли где место написано хоть один пример, или просто произвольно взято, или чего Дух Святой не дополнил по отношению крещения водного? Если мы берем хоть бы одно место было бы указано в Новом Завете, что апостол Павел крестил семью, значит, в том письме, ребенка, или Дух Святой понуждался нашими умами, чтобы мы дополнили это сами, или Дух Святой позаботился заранее, чтобы мы ничего не добавляли? Можно прочитать одно место? Вот я хотел как раз к вашим словам обратиться, когда вы сказали, что вы... Я прочитаю только одно место. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, нет у них света. Значит, на чем можно сегодня обосновать конкретно то, что Вселенские соборы мы слышали вас, мы не отрицаем, что они были, но вот по вашему мнению, или это ошибка святых апостолов, ошибка, что они не предвидели, Дух Святой им ничего не сокрыл, или Богу так угодно было, или это ошибка Вселенских соборов? Вот я хочу вас признать, спросить, что это было за аргументом? Или апостольская ошибка, или ошибка Вселенских соборов? Вы меня спрашиваете. А я вас? Вот я обращаюсь к началу беседы, еще не беседовали, вы как-то остро так подчеркнули, чтобы не обижать друг друга. Я бы хотел еще раз к этому вернуться, потому что ответ может быть покажется и обидным, но чтобы не обидеть это. Я тоже сделал как бы на это вступление, что это все-таки меч и агония, я не хочу обидеть, а по слову получится вроде я контр-вопрос, и у нас, скажем, начинается взаимная пикировка. Это вопрос. Да. И апостолы стихи забыли. Так вот, я на это хочу сказать, что не забыли они, но есть вопросы, которые явно известны были в те времена на таком стихе, то есть мы делимся, как вы сказали, мнениями сейчас. Я отвечаю только, как есть, не стараюсь вас в этом убедить. Вы это просили. Я слушаю вас. Так. Так он говорит, о братолюбии нет нужды писать вам. Он мог и часов не говорить, и мы бы не знали, что нет нужды о братолюбии писать. Не потому, что она нам не нужна, то есть мы более ни в чем не нуждаемся, как братолюбии. Но то есть это настолько явно и понятно. Ирина описывает, когда он идет о ветхозаветных установлениях, то говорит, что об этом нет надобности говорить подробно. То есть в каждой субботу в синагогах это проповедуется. Так вот, некоторые обычаи, о которых апостолы не упомянули, о которых потом было на соборах, в соборных установлениях показано, это было явно и понятно по тем временам всем людям. Как сейчас говорят, это покажите конкретно, у нас даже не раз приходилось беседовать, покажите, где запрещение курения табака. Ну, хоть одно место. Я, как раз ты на Библии основываешься, ну, нас называют православные баптисты вы, то я показать, конечно, такого места не могу. Но мы тогда в ответ скажем, где хоть одно место запрещения ветхозаветного крещения и почему восьмидневном должен был быть обрезан ветхозаветный мальчик. И на что тогда то обрезание указывало. И в рассуждении, если восьмидневный ребенок не требует сегодня крещения, восемнадцатилетний почему он будет требовать, если шестнадцатилетний еще не требовал крещения, из какого времени ему засчитывать грехи, это последующие вопросы. И когда его считать членом церкви, а если ему нет в это время ни церкви, ни церкви, ни спасения, то вот эти рассуждения привели к тому любовь к детям. И апостол Павел говорит, что весь дом, раз был спасен, приняли крещение, показывало, что все должны находиться в церкви Христовой и участвовать в трапезе Господней. Так как весь дом должен был вкушать Агнца. Это вот те стихи, на которых основывалось детское крещение. А конкретно показать сейчас, вот если бы нас спросили, где это места в Писании, чтобы в Новом Завете пользовались музыкальными инструментами. Это не в упреках, меня спрашивают. Я тоже не могу указать. Хотя говорим, а что в этом плохого? То есть как крестить? В какую одежду одевать? Сколько погружений? Этого нет. Апостол говорит, что когда приду, то там он как говорит, расскажу или покажу прочее. Вот это прочее, что в послании к Коринфянам, вот это и относится к тому, что два с половиной года он учил, а ничего на эту тему не написано. Церковное предание, тут может быть кому это и не, вот вам вижу, что известно это. В начале ведь канон был составлен совсем не такой. К нему прилагалось к Новому Завету послание Варнавы, апостольские постановления. Я как бы в кратком виде хочу сказать, что утреннее заседание собора происходило, они показали... В Новом Завете я сейчас говорю, о Новом Завете. Так вот, утреннее заседание собора постановило 27 книг считать истинно каноническими, в канон. А отдельно от них отвести, там, правила апостола Петра и Павла, они в Новоканон вошли, отдельно правила Павла и отдельно правила святых апостолов, 75 правил. Вот эти правила на все это указывали, но они относились к Новому Завету. Если мы признали утреннее заседание, церковь не видит основания не признавать вечернее заседание, на котором эти правила были, когда-то прилагавшиеся к Новому Завету. Вот на каком основании сегодня церковь не раз разбирает этот вопрос, все-таки оставляет детское крещение в силе. Хорошо, и что по-моему, на каком основании вот православная церковь совершает миропомазание после крещения? Где хоть одно место в священном писании указано? Весь Новый Завет он имеет основание в детском завете. Так вот, считаю такое место, как 9 глава Деяния Апостолов. Написано, что самаряне уверовали. Это 8 глава. Да, уверовали, но Духа Святого еще не получали. Дух Святой ни на кого не сходил. И апостолов даже не посылали расследовать никого. Почему? Написано, и рассеявшиеся ходили благовествовали, а дальше указывается, а апостолы находились в Иерусалиме. То есть благодать эта нисходила только через апостолов. Они уверовали, крестили своими Господа Иисуса Христа, а написано, Духа Святого еще не получили. Апостолы приходят, возлагают руки. Когда церковь Христова стала распространяться шире, не стало хватать епископов. И общим собором было постановлено, над этим миром вместе молятся епископы, Дух Святой нисходит. И это мир отдавалось пресвитерам, которым они мазались произнесением слов «Печать, дара Духа Святого», основываясь на Ветхом Завете. Потому что все, что у нас есть, должно иметь основание, то, что говорил тот же самый Бог в самом первоначатке Ветхозаветнему народу. А в Новом Завете этого нет. Но любящему Библию сильно. Что он больше, по-вашему, унесит? Предание или непосредственно постановление святых апостолов? Вот, истинно любящий Бога. Что лучше он вас принял бы? А вот в церкви такой вопрос никогда не возникал. Как ребенка спросили, папу любишь больше или маму? Он говорит, и папу больше, и маму больше. Это у нас одинаково. Не ставится различие. Написано «Священное Писание» и «Священное Предание». Плюс «Предание» считается древнее, потому что «Предание», то есть устно-передаваемое. Так что у нас такой вопрос... И еще будет один вопрос к заподному крещению. Иисус Христос сказал «Идите научите крестящие народы во имя Отца и Сына и Святого Духа». Апостолы после короткого времени стали крестить противоположно словам Христа во имя Иисуса Христа или во имя Господа Иисуса. Здесь противоречия нет. Здесь говорится о произношении слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. История Церкви, житие всех святых, мы не можем оторваться от этого, иначе мы как Иван без имени и без рода и племени. Все житие до XX века показывает, иного крещения не было. А что означает во имя Господа Иисуса Христа? Иоанн Затонус говорит «Это требовалось от каждого крещаемого, уверовать в Него, что Он твой Спаситель и пройдет за тебя Святую Пробию». А когда крестить подсадки на Святого Духа? Первого же дня. Как только было сказано, и Церковь основана на земле... Как же крестили апостолы, я не понимаю. Только так и крестили, с уверованием во имя Господа Иисуса Христа, но произносились те же самые слова. Другой формы крещения Церковь Христова не знала. Я еще одно, одно словечко будете задавать. Идите научите крестящие народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как по-вашему, Отец это имя? Нет, это лицо. Это личность. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И сие три суть едина. И так Церковь понимала. Это в основе исповедания. А остальное все, почему Церковь считала ересь, вот о чем сказали о Феодорином видении, вот это входило в первую голову. Все, что не признает Святую Троицу. На это ушло семь столетий борьбы Церкви со всеми возникавшими толками и ересями. Только утверждение учения Святой Троицы. Это основа основ. Так хорошо, благодарю. В вопросе, конечно, формулы крещения у адвентистов нет расхождения с православными. В вопросе понимания Троицы тоже нет расхождения с православной Церковью. Вот я уточняю так, потому что люди будут слушать мадиофонные записи, будут думать, что так мы понимаем. Что касается вопроса крещения детей, то только косвенно можно, косвенно искать доказательства, что было принято Церковью от начала крестить детей в детском возрасте. Нет таких четких, определенных, веских доказательств Слова Божия, как, например, тот последний аргумент, который вы только что изложили в отношении формулы крещения. Тут чувствуется, что ищутся основания и около, только где-то такие побочные, но нет прямого текста, где бы сказано было, что вот крещение детей было законным от самого начала. Да это и естественно. Дело в том, что в самом крещении, видимо, не видимо, а точно, по Священному Писанию, требовали следующие условия крещения. Во-первых, уверовать. Так? Второе, значит, покайтесь. Эти два момента говорят о том, что это сознательный акт, это не только ритуальная сторона, обрядовая сторона, погружение в воду. Это уже... А самое главное, прежде чем совершить вот этот ритуал, погружение в воду, вот, человек должен был сознательно исповедовать имя Иисуса Христа, исповедовать определенное количество понятий религиозных, вот, и потом раскаяться как личность. Ребенок же, он не имеет вменяемости, то с точки зрения Священного Писания, в христианской семье ребенок не имеет вменяемости, если умирает в детском возрасте. Почему? Апостол Павел прямо пишет, что дети у вас, даже в том случае, если брак смешанный, да, отец неверующий, предположим, мать верующая, то дети у вас святы, и потому что дитё освящается верующим кем? Родителями. Поэтому вопрос вменяемости со стороны божественного правосудия для ребенка в христианской семье не стоит. Вот. Если бы этого держались, то, конечно, не пришлось бы теперь искать основания для оправдания крещения детей. Притом так. Например, те большие злоупотребления, которые вы перечислили сами, сегодня особенно в вопросе крещения православной церкви, именно возникли в результате крещения детей, когда кто-то за ребенка кается, кто-то за ребенка верует, а не сам ребенок, и кто-то поручается быть его духовным наставником. Хотя Священное Писание ясно говорит, «Не поручайся за человека». Это тоже заповедь Божия была. Тем более брать на себя ответственность такую, поручиться за кого-то, это, конечно, возникло только исторически, но корни библейские, корни библейские изыскиваются только кость-вино для подтверждения этого. Эти злоупотребления – результат крещения детей. Раз ребенок не раскаялся, раз ребенок не веровал, он вырастает, и ему до этого крещения никакого дела нет. Он становится или безбожником, или еретиком, или кем хочешь, потому что он в этом крещении не изъявил своей личной воли, своего сознания. Он не уверовал и не раскаялся. Поэтому автоматически получаются крещеные грешники. В мое время еще не стекло. Поэтому, чтобы не попадать в такие коллизии, нам протестанты, которые крестят в возрослом состоянии человека, они всегда испытывают человека, прежде чем его крестить. Вы говорили оглашенного, требуется испытывать хотя бы три года. Правильно. Это уже следы того, что ранняя христианская церковь более принципиально подходила к этому вопросу. Хотя и заблуждение, или отклонение от истины тоже проникало в христианство с самого начала. С самого начала. Потом оно расширяло для себя дорогу все больше и больше, вытесняя истинное положение и заполняя полностью место истинного положения. Потом требовалось решение церковного собора, чтобы совершенно, так сказать, убрать истинное и утвердить то, что не было истинным. То есть крещение детей. Вот. А что касается протестантов, мы не рискуем за кого-то каяться, мы не каемся. За кого-то веровать мы не веруем. Поэтому, если мы крестим человека во взрослом состоянии, то мы имеем основание, это твердое, что написано ясно сказано, «Кто будет веровать, докрестится и спасен что? Спасен будет». Поэтому... А? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот форму. Ну ладно. Дело не в этом. Смысл основной тот, что когда мы крестим взрослого человека, мы требуем его свободного и сознательного воли излияния. Исповедование должно быть сознательным, раскаяние должно быть сознательным. Поэтому случайно мы не можем покрестить человека. Поэтому это положение имеет полное основание. в священном писании нам тут, вне всякого сомнения, беспристрастный читатель Библии, он придет к выводу, что в таком положении, когда человек взрослый крестится, он полностью соответствует священному писанию. Ему не нужно искать какие-то дополнительные подтверждения в этом деле. Это необходимое и достаточное основание для этой истины. Я хотел тогда ответить на один стих, который вы привели. Это первое Коринфянам 7.14. Иначе дети ваши были нечисты, теперь святы. Вы сказали, потому что она освящается. Слово освящается относится как раз к жене и к мужу. Здесь к ребенку этого слова нет. Так вот, даже протестант Мартин Лютер говорит, что грех-то нашим личным присутствием около грешного детяти никак не освобождает от грехов и задает вопрос. Я обращаю внимание на то, что именно протестант продолжает так же рассуждать. Не потому ли детей свято, что верующая половина приносит его к святому крещению? Потом я приводил место, что в Ветхозаветне все было тенью будущих благ. И как там в Ветхозаветне ребенок еврейский в восьмидневном возрасте входил в число сынов Израилевых, хотя он ничего не понимал, а потом мог отречься. Кто-то за него тогда тоже что-то видимо говорил, раз он ходил в число и давал написан заключал завет с Богом. На этот стих вы мне почему-то не ответили. Церковь это как за основу берет, что в Новом Завете, раз то было прообразом, то оно находит отпечаток и здесь. Пожалуйста, ответьте. Какое тогда отношение то имеет к Новозаветнему, если оно являлось образом? Разыскивать, конечно, аналогию в отношении Ветхого и Нового Завета это справедливо и законно, потому что все, что происходило с ними, оно было тенью будущих благ. Бесспорно, это очень важно. Но особенность Ветхозаветней церкви заключается в том, что это была теократия, теократия, государство, которым управлял Бог посредством своих пророков, посредством своих судьев. Оно было одновременно и государством, и церковью. Поэтому обрезание само по себе еще, это было только знаком того, что это дитя рождается, значит, и что родители его как бы посвящают Богу. Вот что это было знаком чего. Однако само обрезание еще не было фактом спасения для человека, о чем апостол Павел потом очень ясно и определенно говорит, что обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьей. Это очень ясно в послании к римлянам говорится, что сам акт обрезания еще не давал человеку спасения. Поэтому хоть и приводится вот это сравнение, что вы обрезаны в нем Духом Святым, здесь опять-таки говорится о осознательном переходе от того к другому, от первого к другому. То есть что теперь если раньше чтобы быть членом значит Ветхозаветной церкви достаточно было родиться и обрезаться и формально этим уже человек принадлежал к этому обществу, хотя еще не был спасен. То теперь чтобы родиться в новозаветной церкви, в новом обществе, да, нужно принять что? Духовные обрезания это крещение, которое представляет, тоже есть рождение в новом обществе. Но рождение это уже есть рождение свыше, есть рождение духа, есть не просто рождение по плоти, поэтому сам акт крещения только в том отношении подобен акту обрезания и только в том отношении аналогичен акту крещения, что он есть акт причисления к церкви в данном случае, но это не стоит вопрос вопроса не стоит не исчерпывает эта аналогия не исчерпывает вопроса самого спасения человека. Вот что, что когда я подчеркнул вы на это тоже внимания не обратили, что православная церковь основывается на тех стихах какие я прочитал, даже Павел после покаяния еще будущий Савл получил название брат Савл, но в то же время встань, крестись и омой грехи что ты медлишь? Раз ребенок во грехах, то вот эту аналогию полностью церковь и приняла раз он во грехах, а крещение дает прощение грехов, вот тут наш разный взгляд на крещение. Протестанты смотрят как на обещание Богу доброй совести, церковь смотрит как на освобождение от первородного греха и греха соделанного после когда уже пришел в сознание. И вот эти самые стихии показывали, что человек должен быть в Царстве Небесном ребенок. Ответ был только один должен, как в ковчеге и даже маленьких но и бы взял. Поэтому надо наслободить от этого греха, иначе нельзя как через крещение. Вот только поэтому детское крещение написано слово покайтесь. Оно было внесено Яном Крестителем и это слово покайтесь стало за апостолами, его последователями. Значит осознательно слово покайтесь. Ребенок как таковой отсутствует в сознании покайтесь. Тогда апостолы не внесли слово покайтесь, а как-то добавили общительное, чтобы понятно было по отношению наших детей или их детей. Поэтому слово покайтесь осталось нерушимым для всего человечества. Понимаете, его никто не может исписать. Покайтесь. Вот прежде всего покаяние для прощения грехов. Если человек не кается, как он может выполнить написанное? Вот на этой основе все христианство, которое вышло от православных католиков, стало не признавать детского крещения. На этой основе покайтесь. Только на этой основе. Если вы говорили о том, что имеет образы, то я думаю, когда надо было Богу в Ветхом Завете, то он прямо сказал об ребенке. Он знал человека ум. Он знал и сказал нашим предкам, что в таком-то возрасте лишь только с одним должен обрезать быть ребенок. Мужеский Бог. В Новом Завете, будучи святыми пророками апостолами, им Дух Святой такого не повелел. Не видно. Раз он не повелел, я считаю, что не стоило бы нашим умом что-то добавлять. Это наше такое личное мнение. Это рисково. Тут еще можно мне кое-что по этому вопросу? Конечно, вот не был договорен стих, 1 Коринфян 7 главу 14 стих относительно детей. Здесь написано так, ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующей, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святые. Значит, тут этот вопрос, он исключается относительно детей, что родители, пока они находятся в правильном отношении к Богу, то их несовершенные летние дети находятся в отношении себя, то есть к Богу в правильном отношении. Здесь этот стих говорит. Здесь мне думают, вот в ходе этой беседы вся беда вот в чем. И все-таки вы, Иенатий Тихонович, сами с этим согласились, что если бы мы не различали здесь сейчас вот протестанты, православные, католики или другие люди, вот, и брали бы в основании только единственную Библию, а остальные пособия, традиции, там, другие книги, постановления, всевозможные, мы бы их не брали. Мы бы, конечно, тогда легче бы договорились и легче поняли бы друг друга. Вы возьмите, сейчас каждая церковь или каждая секта, каждое религиозное общество имеет свои пособия, кроме вот Слови Божьей, объясняющие их догмы, их постановления. Так вот относительно и крещения. Каждая церковь, которая в какой-то степени вот эту и формулу, и другие образы, и символы она не соблюдает, они объясняют своими церковными традициями постановления. Поэтому мне думается сейчас разумнее, когда мы беседуем, брать не только не традиции, а именно только Слово. Нам легче будет беседовать. Если мы будем основываться на этих традициях, мы не поймем друг друга. Понимаете? Потому что каждый имеет свои конфессиальные понятия в этом вопросе. А единым судьей по этому вопросу может быть Слово Божие. Дело, конечно, не в диспуте или в каком-то прении, а вся ценность этой беседы в поиске самой истины. И таким эталоном истины по всем вопросам веры бесспорно являются непогрешимые священные писания. Если мы как-то стараемся свои конфессиальные так сказать предания, толкования применять, то они имеют силу авторитета только среди наших единоверцев, которые уже сегодня с нами соглашаются и так дальше. Я могу ссылаться на наши церковные авторитеты и на наши книги церковные для меня в своей церкви, в своем молитвенном доме никто не встает и не спорит, для них нет никаких сомнений. Но когда мы имеем дело вообще с людьми разных понятий, то бесспорно надо искать общий знаменатель, то, что является авторитетом для всех, для всего человечества. И я хочу сказать так, что трагедия современного христианства именно заключается в том, что кроме основного эталона истины применяются именно другие понимания, предания применяются. Католики имеют свое предание, лютеране имеют свое уже теперь предание, православные имеют свое предание. Поэтому согласовать все эти предания это совершенно немыслимо. Но все они имеют одно, что Писание, Священное Писание. Чтобы искать общий знаменатель, надо поставить именно Священное Писание как кредо основное, как эталон истины, как мирило истины. Я хочу даже сказать так, что прошу прощения, сколько у меня еще минуты, три минуты. Хочу сказать так, что как же Богу судить мир, если он будет пользоваться чужим или чьим-то эталоном. Это немыслимо. У Бога есть свое кредо, свой эталон, свой взгляд на мораль и свое определение морали, то есть определение добра и зла. Вы знаете все, что мораль занимается вопросом определения добра и зла. Это ее сфера. Поэтому Бог имеет самое совершенное, самое глубокое понимание добра и зла. Так Бог имеет свою мораль. И эту мораль он изложил в своем слове, в своем законе, конкретно в нравственном кодексе, в десяти слове, в котором наиболее компактно, наиболее сжато дано понятие Божьи о добре и зле. Поэтому мы можем рассуждать как хотим. Но и когда мы открываем священное писание, и каждый из нас может быть прав, но когда мы открываем священное писание, то мы смотрим, а как Бог будет рассуждать о людях. Он их всех будет измерять своим стандартом, своим словом, своим законом. Он разделит в конце концов все человечество по двум признакам. на праведников и беззаконников, то есть нарушителей его морального кодекса. Понимаете, в том, что он так разделит человечество. Раз он так разделит человечество, мои дорогие, то мы, чтобы наш подвиг не был тщетным, чтобы мы не случайно оказались около религии, чтобы мы не ошиблись в самом главном, ведь ошибиться, предположим, в покупке костюма, ошибиться в покупке автомашины, в выборе профессии, это плохо, но это поправимо, но ошибиться в выборе нашего религиозного кредо, это трагично, понимаете? Поэтому считаю необходимым всякого верующего, и себя в том числе, подчинить влиянию божественного слова, божественной морали, иначе нет конца разногласиям, разномышлением, и так далее. Единство может быть только, когда мы все подчинимся Божьему понятию добра и зла, которое изложено в законе Божьем. Тогда у нас будет одно понятие морали, и при том совершенное понятие, потому что это Божьи понятия, исчерпывающие понятия морали. Вы смотрите, люди тоже имеют относительные понятия морали. Православные говорят, вот это хорошо, вот это плохо. Если ты там плюнул, это плохо, в такой день или после такого акта, это плохо. Другой говорит по-другому, каждый вырабатывает свои эталоны моральные, и даже кgedged Миллиару и шатеисты тоже вырабатывают свой моральный кодекс, говорят, вот это хорошо, вот это плохо, по их понятиям. Индийская ents вырабатывает свои понятия, она говорит, вот это хорошо, вот это плохо. А ведь у Бога Моё понятие является совершенным понятием, что хорошо и что плохо. И оно так ясно, чётко, компасно, весомо, зримо, изложено на страницах священного Писания, что ускользнуть наше сознание может только в том случае, когда мы недостаточно благоговеем пред Богом. Хотя я не хочу никого обвинить в неблагоговении. Я верю, что все мы здесь искренне собрались. Надо встать на точку зрения Божьего измерения, на точку зрения Божьего измерения добра и зла. Иначе мы будем плавать бесконечно. Все эталоны морали отпадут. Все они окажутся несовершенными и слабыми. А Божья мораль, она останется навеки. Сказано, небо и земля пройдёт, но слова мои не пройдёт. Доколи существует небо и земля, не одна иота из закона, что не пропадёт. Всё. Бог стоит на своём понимании добра, оно совершенное, оно изложено в его законе. Поэтому всякое отклонение по этому вопросу он квалифицирует как что? Ничтожным назовётся в царстве Божьем, кто нарушит одно из этих положений и так научит кого? Людей. Вот потому что, чтобы не путаться, надо найти Божье кредо, определение, а не свои, конфессиональные. Я прошу. Благодарю. Благодарю. Хорошо. Вот, что вы сказали обратиться к одной Библии, на это можно сказать «да и аминь». Так вот, церковь всегда и обращалась ко всем толкователям с этим мерилом. Почему и называлось, что принято церковью и не принято, церковное и не церковное. Предположить так, что толкование сейчас нам мешает соединиться вместе, и нас много, можно посмотреть с другой стороны. По крайней мере, сейчас я знаю, сколько в мире православных и признающих толкование православной церкви на этом закончилось. Сколько здесь сейчас сидит адвентистов седьмого дня, если у вас сейчас отобрать толкователей ваших, Уайта, Елену Уайта, Миллера, то сколько адвентистов, столько толкований сразу появится. У всех так получается. Уже утвердившееся толкование, по крайней мере, позволяет нам вот хотя бы в этой оболочке сохраниться. Наша задача увидеть, чье толкование по Писанию. А не в том, что отбросить толкование. Так не учит нас Писание. Почему? Потому что Дух Святой не перестал действовать в Церкви. И написано, Дух Святой поставил, во-первых, апостолами, но нет, они конечные. Мы основываемся, как будто это конечный результат. Апостолы последнюю букву поставили, откровение, на этом конец. Дальше идет, что тот же самый Дух поставил пророков, но пророки не Ветхозаветние, а уже Новозаветние. Поставил учителей. Какие учителя? У нас есть вселенские учителя, которые столковались в Священное Писание до единой буквы. После этих вселенских учителей появляются учителя другие, иные, которые все, что было в Церкви, отметают. Проще сказать, не признают. У бактистов появляется там Джон Смит толкует, бакмелдеры, у адвентистов свои, у пятидесятников Варанаев пишет отдельно, начинаются составлять свои катехизисы, появляется Лютер, Джону и Клиффу англичан. Вот и в чем дело-то. Без учителей, если толковать и буквально принять в чистом виде ваши слова, то надо так. С сегодняшнего дня, будьте добры, ничего не толкуйте. Прочитайте глава стих. Аминь. И сели. Но ведь каждый начинает учить толковать. Фактически-то, если ты не произведешь толкования Василия Великого, то ты и есть сейчас для нас Василий Великий. Не произведешь Златоустца, то ты-то с кафедры толкуешь, ты и есть сейчас в данном случае тот самый Златоуст, на место которого ты себя поставил. Если Елена Уайт отмела все толкования, то она себя поставила фактически выше всех бывших святых учителей вселенских и святителей. Иначе не зачем было бы отметать, раз оно толкование было. Не зачем писать и эти были множество десятков томов. А толкователи сколько? Каргель откуда появились? Толкователи баптистов, астахов, салов. Зачем писать, если только Библия оригинал и конечен на этом? Нет, не конечно. Каждый думает, что Дух Святой еще нечто открывает. Это истинно так. Но мы ставим вопрос, который сегодня каждому ставим. Если Дух Святой трудится, и Он открывает в 20 веке адвентистам, баптистам, единственникам, то Христос сказал мне, я не буду только в 20 веке, но во все дни до скончания века. И неужели в раскрытии этих вопросов Дух Святой не потрудился в течение 20 лет или до возникновения определенной какой-то секты, течения? Такой вопрос мы всегда отвечаем только положительно. Быть этого не может. Потому что Бог открывает истину, как только возникает какая истина, Он ее и расшифровать или посылает учителей. Мы придержимся первых учителей. Каких? Игнатий Богоносец. Это тот, на кого Христос сам возлагал руки, держал на коленях его. Мученик Церкви Христова. Его шесть посланий. Как ставится епископ. Как епископ без церкви ничто, и церковь без епископа ничто. Основные его послания, идущие уже на гибель. Поликат Смирский. 35 лет с Иоанном Богословом. Не мог он не знать возлюбленного ученика Христова. Вот для нас основа не только одна Библия. Но Библия с толкованием. На это говорят так. Во время одной беседы ко мне обращаются, спеша и говорят, по-твоему что, Златоус выше Библии? Хотя она понимает, что Златоус сам по себе ничего не толкует, кроме Библии. Как Златоус может быть без Библии, если он ее толкует? Например, в 8 том. Тысяча страниц толкования Евангелия от Иоанна. В 7 том. Тысяча страниц толкования Евангелия от Матфея. И каждый том это толкование, деяний, посланий по порядку идет. Церковь вселенская нераздельная признает, что не было лучшего толкователя, прозванного золотые уста, золотая лира. Только одна просьба была, что колодец слишком глубокий, веревки какие ты свил, что мы не можем до глубины твоих пониманий спустить. И говори проще. Из чего проповеди стали более простыми у него, доступными для простонародия. Только всего, чтобы то толкование отвергнуть, сегодняшние толкователи должны все-таки дать основание, почему они отвергают. В чем оно лучше? А таких вопросов, что вы сказали, очень много. Вопрос, допустим, о толковании дела, тысячелетнее царство, воскресенье, о суде. Ведь крайне противоречивые непризнание души, непризнание Троицы. А в Библии этого нет, слова Троица вообще ведь не существует, в Библии нет. Хотя это общее христианское верование, воспитывание, раздельное, геносущное Троицу. Адвентист не признает душу в вечный суд. Но такое учение было или не было, нам хотелось бы в близком общении разобрать. Но в Библии нет указаний на Христово воскресенье, а практически весь христианский мир всегда праздновал. Отрицать то, что было в истории церкви, значит сказать, Дух Святой прекратил свою деятельность, а раз прекратил, значит его и на земле не было. Мы быстро дойдем до кощунственных выводов. Церковь так не понимала. Раз отдельных поставил учителей, они что-то нам истолковали. Это основание церкви. Я говорю, что я не знаю, я пару слов только. Мы говорим о крещении для взрослого человека. Какого было? Написано, что идите крестите во имя Отца и Святого Духа, да? В общем, с какого момента ученики, апостолы стали крестить народ во имя Отца и Святого Духа? Именно с какого момента? Как только церковь основана была, Дух Святой сошел. С этого момента начали крестить. Почему воскресший Христос, когда думал, сказал, кому простите, проститься. То есть вот этот акт прощения дан был до Дня Пятидесятницы. На остальное они не имели полномочий. Все остальное пошло после Дня Святой Пятидесятницы. Простите, Антон Верониславович, у вас форточка не работает, не лезь, нет? Я хочу немножечко уточнить, вы не совсем верно поняли меня. Я когда говорил, чтобы нам найти общее мерило в рассуждении и ссылаться на Библию, вовсе не старался, значит, сказать, что вы не можете приводить своих толкований. Толкование приводите, но мы говорим, что на что опираться? Если вот мы уже с вами беседуем два часа, предположим, полтора, мы ни разу не сослались на Елену Вайф. Да. Вот, мы говорим, чтобы доказать нам наши убеждения, мы с вами все исключительно на слово Божие. Нам достаточное основание в слове Божьем есть. Ну, для своих внутренних этих, внутрицерковных положений мы используем ее труды. И это вопрос отдельный. Но когда я беседую с православным или с единственником, или я беседую с католиком, я считаю, что я защитил свои убеждения тогда, когда я на основании священного писания, и только священного писания, значит, убедил человека, что примерно нужно человеку крестить взрослым. Я хотел сказать. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь своими толкованиями, мы не против толкований. И мы еще только поправляем, что вы сказали, Елену Вайф все отмела, и свои писания поставила выше этого всего. Мы так не говорим. И мы огольно всего не отметаем того, что было в истории христианской церкви положительной. То, что подтверждается священным писанием, то, что соответствует здравому смыслу и священному писанию, может быть принято. Пусть это скажет Иоанн Златоушев, пусть это скажет Григорий Бозлов, пусть это скажет Варанаев, пусть это скажет Карли, любой из нас. Но если оно находится в соответствии с священными писаниями, он может всесторонне, используя всю Библию, подтвердить это положение, то я прийму. Пусть бы это оно... Он какое имя бы не носил. Поэтому так вы немножко не совсем верно понимаете наши отношения к преданию. Крайности есть такие, что бывают, что протестанты, они говорят, не признаю никакого предания, ничего, так дальше все. Ну это просто недостаточность осведомленности по этому вопросу. Но я шел по этому поводу. Здесь так написано. О медлительное сердце. Это я, ну, моё мнение высказывал по поводу вашего мнения о том, что прочитал Библию и больше не толкует. О медлительное сердце, чтобы веровать всему написанному, как предсказали Моисеи и пророки, как надлежало пострадать Христу. Нигде мы не видим, что предания внесены были в Библию, а были внесены конкретные пророческие изречения касательно Христа, Его страдания, Его рождения. Понимаете, поэтому всеми христианами сегодня утверждается не предание отцов. Евреям не много было преданием, а все апостолы и сам Спаситель Христов ссылался конкретно на Моисея, на Дубина Исаия пророка ссылался. Это было краеугольным каменем всего основания апостольского. Всего. Поэтому все христиане, которые, ну, я не имею в виду православные католики, в основном не на предание ссылаются, а ссылаются на конкретный ответ. И если проповедник читает о водном крещении, то он не предание говорит, а говорит написанном. Где написано? Шестая римлянам, второе деяние апостолов, восьмое деяние апостолов, десятое деяние апостолов, девятнадцатое деяние апостолов. Это основание наше. Понимаете? Так написано. Читают это и места. А больше он ничего не может сверхнаписанного почитать. Поэтому толкование в разрезе темы. Если мы говорим о пророках, какие были пророки, то находим место пророков. Так написано. Так пророк говорил. Так он пророчествовал. Что он себе представляет? По темам. Если говорим о воскресении из мертвых, помните, о Христе написано? Рассылается. Так говорил о Христе о воскресении. Тот говорил. Поэтому наши взгляды, вот лично, которые вышли из православных католиков, мы принимаем какие-то предания, это частных наших обрядов, частных наших действий. Но основное, наше слово это Библия и Евангелие. Особенности Нового Звезда. Следующий вопрос. Следующий вопрос. У меня был вытаскиваем. Умного крещения еще есть. Умного крещения. Ну, по-моему, еще не ответил Инатий Тихонович относительно Антону Брониславовичу вопрос. Я как раз это и хотел вам сказать, что Христос никогда и не мог ссылаться на то, что сказали святые отцы. Кто после кого жил? Я думаю, просто здесь вы как-то сказали непонятно. То ли не подумавши или как. Почему Христос не сослался на Златоуце, которое 400 лет спустя отбил бы? Да и нельзя. Кроме Моисея еще были предания. Нет, предания в старцах. А это учителя церкви в духе святом трудевшиеся. Это большая разница. И к слову предания применять, что оно похожее, слово-то одно и то же. Там предания старцев, измышления, мелочность, истолкователи закона, как в Сталмудии и в Мишне. Здесь-то совсем другое. Христос говорит через апостола Павла, это уста Христова, что поставил им их учителями. Все ли учителя? Сегодня практически получается все. Любой стих задай. Все ответят. Ну, начнется поставлять, параллельные места смотреть. Такое ли простое это дело? Человека посадить на самолет, неведущего, сказать, давай вези, ни один не решится, здравомыслящий. Царство небесное. Два дня Библию в руках держит, любой берется. Сказали, что Елена Алоя, допустим, эти места не отметает. Я ее читал специально. Вот сегодня книгу эту держали. Она берет, допустим, вот какое место, из этого все места выпускает, то, что не сходится, там в учении, абаде, и даже их не поминает, как бы не бывшее. То есть, к чему это сказано? Что нет в Библии ни единой буквы, которую святые отцы бы не истолковали. И как же она их не отметает, если ставит свое? На это, хотя не дерзали, величайшее богослово. Иоанн Златоус не берется толковать пророческие книги. А это дано было только в 4 веке епископу Критскому Феодориту. И все епископы, мудрейшие люди, мученики, обращаются к нему. Святой Феодорит, всем это положено на сердце, только тебе это дано. Он объясняет каждое утро, каждый вечер, что означает 62 седмины и 7. Почему они оторваны друг от друга? Здесь даты, истории, имена. Только ему дано было. А откровения Златоус и Феодорит не прикоснулись. Только одному было дано. Почему? Вся церковь молилась об этом. И дано было Андрея Кисария Каппадокийской архиепископу. Существовало 7 толкований. И все толкователи, сошедшиеся, склонили голову, сказали, да мы признаем, в наших толкованиях есть элементы человеческого. А вот это истина божественная. И когда сегодня Каргель начинает новое толкование давать, как же он не отметает то, если бесстрашно ставить свое? Он должен сначала провернуть то толкование. Ясно, что он отметает. Если каждую букву, допустим, мы сейчас бы решили разобрать притчу о сеятеле, или Плеяло, там вот вышел в рак, насеял, или притча о десяти девах, или тысячелетнее царство, совершенно противоположно, даже близко нет похожего толкования. Ясно, что то отброшено. Но хотя ты его отбросил, мы имеем мужество хотя бы раз выслушать, как церковь 2000 лет веровала. То есть спросить. Для нас церковь была, были святые, но как они понимали, на соборах все-таки до 600 епископов собиралось. А кто там был, иногда задают вопрос, кто? Вот на первый собор пришли. Вот такие вот сжатые у некоторых руки, на железных брусках сжатые были они. У них проломлены черепы, им приходили слепые, ослепленные из ссылок. Вот кто приходил. И теперь их толкование, тех, которые не имели ни семьи, ничего, кроме одного Христа в сердце, мы стоим ниже. Хотя есть такое извлечение, их толкование настолько выше нашего, насколько их жизнь была выше нашей. А о своей жизни, я думаю, каждый знает больше. Насколько времени уходит на работу, сколько мы спим, сладко едим. И каждый говорит, а у меня есть толкование, есть идея. Более того, даже в своей конфессиональной деторганизации или течении толки все до конца не знаем, а привыкли на все это отвечать. Ну и стыдно показать, что я не знаю, как отвечать. Ну и тогда уже бесстрашно продолжает отвечать. Хотя знающий из его же братьев и говорит, я отлично с адвентистами беседовал. Они на одной неделе нам три совершенно противоположных спресситерам дали толкование. А только посмевались. Мы, говорит, всего не понимаем никак вчера. Нам это не понравилось. Толкование в сверке стоит так вот возьмется до конца. Если бы каждый акт в небо сошел, и не стал бы то, что дьявол благовествует, но не будем повторять, вы знаете. Поэтому, допустим, Заталус говорит проповедь, у него примерно 70 раз открывает Библию. И он отвечал так. Задали вопрос, где находится пророк Илья, чем питается? Может, действительно отгренит громушка, так Илья ездит? Многие понимают. Он говорит, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Вот его лозунг. Думаю, что он вами тоже приемлем. Дальше. Когда спросили Кирилла Иерусалимского, как принимать истину? Он говорит, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Но есть такие моменты, которые Церковь истолковала, потому что они как бы туманно. Павел нечто неудобо-вразумительное написал. Так что, в теме статуи столкования опровергнуть, нужны основания. Мы говорим, не толкование, золотого слушая, а Библия с толкованием лучше, чем Библия без толкования. Бестолкование Библии это каждая голова может на каждый день по-новому, забывая, что все оговорилось, если свое толкование не запишет. Должно быть и обязательно, потому что Бог и мысль только поставил, но не всех учителями. Хорошо. Знаете, в отношении откровения, нет, мы вернемся, мы все это не понимаем, о чем идет речь. Мы все-таки хотим сказать так, что вопросы касательные истины и веры, наши упования, они не настолько, представьте себе, Бог их не сделал настолько невероятно сложными, чтобы человеческий разум не мог их воспринимать. Если он читает это в Священном Писании с благоговением, да, то не зная Иоанна Златоуста, не зная Уайт, видите, я так говорю, не зная других полкователей, но он, имея благоговение перед Словом Божьим, он наитием Духа Святого, влиянием Духа Святого воспринимает это Слово, когда он читает Священное Писание. Это самое главное. Вот представьте себе, чтобы нам не уклоняться далеко, вот Бог дает 10 заповедей простых, конкретных, понятных, ясных. При наличии благоговения перед Богом и здравого смысла, значит, вывод такой, человек обязан эти заповеди принять для себя, как мерило добрых и худых поступков. Все. Человек читает, непосредственно воспринимает это дело и исполняется. Он находится на правильном пути. Как только он обращается к своему служителю или к проповеднику, там написано не сделай себе того-то, не соверши себе изображения никакого, ничего и так дальше. Ясно сказано об этом. Значит, непосредственное, первоначальное требование заповеди не делать. Проповедник начнет, применяя разные толкования, приведет его к такому положению, когда он обязан делать и обязан светить то, что первоначально говорится не делать. Значит, видите, толкование толкованию розни, если оно ведет нас к нарушению заповедей Божьих, элементарных, простых, Божьих требований, то пусть за этим толкованием стоит самый высокий авторитет, он для меня, что? И для любого благоговейшего перед Богом должен быть ничто. Потому что написано, если они не говорят так, как это слово, нет ничто, света. Даже если он носит ангельский чин, даже если он является ангелом света, но если он в результате его толкования я начинаю от здравого смысла первоначального заповеди отклоняться и поступать наоборот, вот, то ясное дело, что он ввел меня в заблуждение этот человек. Если заповедь говорит, помни, чтобы святить, а я начинаю много толкований брать, преданий, истории и так дальше, и в конце концов, я дойду до этого, что не только не помню, но забудь и сделай это самым грязным днем, то, что Господь осветил от создания мира, вот, то извините меня, могу ли я признать такого толкователя истины. Поэтому любое положение толкования, оно не должно нас вести от исполнения наших обязанностей, простых, понятных от заповедей Божьих, а вести к ним к исполнению, послушанию, повиновению Слову Божию. Вот, вот почему мы с осторожностью относим толкователем. Один толкователь толкует, толкует, наконец, сделает меня непослушным перед законом Божьим, а другой толкователь толкует, толкует, не надо ему толковать. Я вот, например, когда, будучи православным человеком, столкнулся с адвентистом, я не хочу себя для примера, но как я воспринимаю это делать? И я спросил его, какая разница между православным и адвентистом, вот, он мне сказал, что православной церкви нарушается вторая и четвертая заповедь в десяти словах. Вторая заповедь, не сотвори себе ни кумира и никакого изображения и не поклоняйся перед ними, мне в тот же момент стало понятно, что да, так написано, зачем же я буду вводить себя в заблуждение, перестраховываться, делать то, чего Господь не делает. Так лучше же не делать, чем делать. Я думаю, этот вопрос вы повторяете. Значит, я уловил такое, вы обосновываете восьмидневным вот этим обрезанием, так? Значит, у меня вопрос, что будет с ребенком, который умер бы до обрезания, до семидневного, как вы понимаете его судьбу? И второе, можно ли увязать ваше обоснование детского крещения с посланием апостола Петра первым, третья глава, двадцать первый стих, где он говорит, что это есть обещание Богу, доброе солнце, этот стих вы обошли. Вы о нем ничего не сказали. Можно ли увязать ваше объяснение детского крещения этим стихом? С этим стихом нельзя увязать. Это и предварительно, что вы сказали. Нужно веровать и креститься. Есть стихи, которые непосредственно направлены только к взрослому, и прилипать туда детей, это просто очень наивно думать об этом. Есть моменты, которые говорят к детям и взрослым, и есть конкретно только к детям обрезание восьмидневном возрасте. Данный стих говорит только о взрослых, на детское крещение совершенно не указывает. Это на ваш стих. Я думаю, этот вопрос не упал. Вот один стих только, второй нет. Второй, что если ребенок заболел в критическом состоянии, то церковь допускала погружение даже матерью, которая не имеет права на крещение. И этот вопрос тоже обговорен. Хорошо, вопрос вот такой будет. Если родители не принесут ребенка крестить и не крестят его, кто несет ответственность? Только родители и притом верующие. Да, правильно. Значит, дети, если они не крещены, они несут ответственность. А дети никак не могут нести. Только родители не могут нести. Точно так же и при этом самом, при обрезании. Точно такая же история. Точно такая же. Только написано, что истребится та душа. Вот такая ответственность. Хотя она не обрезана, не несет ответственность, она все-таки истребится. Значит, это слово относительно обрезания и крещения, оно относится не к детям, а к взрослым. Обрезание и крещение к детям и к взрослым. Почему называется уже новозаветнее обрезание? Прямо послание к Аллахану. Но дети-то не несут ответственность, вы поймите мысль-то. Я вам сейчас ответил на это, видимо, не заметили, что ответственность не несут, однако написано, душа-то истребится, которая не обрезана. Вот так она не несет ответственность. То есть есть смерть, а больше она не несет ответственности. Так что церковь и постановила, дети некрещенные, умирающие, не будут видеть того света, а за грехи родители они не отвечают. Я думаю, что без поля никого. Я хочу попросить заранее прощения у хозяина. Вы как руководитель, тогда смотрите, где поставить вовремя заслон, потому что я здесь словами пользуюсь, гость-мученик. Мне задают не отвечать неуважение гостям, а отвечать неуважение хозяину. Вопрос вкраткий и должен быть как-то скомплексованный ответ вкраткий, не растянется. Мы понимаем, мы люди нации отчасти писания. Что ты хотел сейчас ответить? Вопрос. Вопрос по отношению к крещению. Если детское обрезание на России действительно, то почему на России Иоанн Креститель крестил взрослый, ведь он не обрезанный был, он не был в церкви. И почему апостолы, мы видим, что тех же некогда обрезанных тоже крестили. И опять-таки повелевает апостолы, что или сам Христос, идите научите все норы крестяек, ведь они же были в детском возрасте обрезаны. Зачем теперь их теперь крестить? Ведь оно было законным. И теперь мы порой еще подражаем Новый Завет. Если детское крещение законным, а ребенок грешил, грешил, и потом встал и в сознание пришел, что он грешник. Перекрещивать ее православную церковь. Первый вопрос. Вы говорите об Иоанновом крещении. Иоанново крещение фактически только лишь приводило ко Христу. Оно не несло в себе то, что несет новозаветные крещения, очищение от грехов. Да и не могло быть в преддверии Голговской святыни, пока не была пролита кровь. Без пролития крови нет прощения грехов. Так что Иоанново крещение довело людей до Христа. Почему называется Богоявление? Иоанн Затус говорит. Иначе Иоанну крестителю необходимо было брать Христа за руку и водить по дворам, по улицам, по городам и показать. Вот он. Но когда стеклась Зайорданская область в Десятиграде, в это время является Христос на общее стечение народа. И крещение называется Богоявление. Иоанново крещение, не приносящее прощение грехов, не могло никак поставить на место того благодатного крещения, которое идет сейчас, для прощения грехов. Вот самый главный элемент, что упускаем мы в разговоре, что мы в крещении рассматриваем прощение грехов. А если грехи на человеке есть, они не должны быть прощены. Потом вы говорите о том, что если были они крещены, для чего были вторичные крещены? Для этого и крещены, чтобы исполнить волю Господню и очиститься от своих грехов. Но если ребенок был крещен, а потом стал грешником, так же как и израильтяне, вторично его никто не обрезал, а только через покаяние, через принесение жертвы. Поэтому в церкви есть церковное наказание эпитемия. Сын был верующий до 16 лет, вот у нас случай такой. Пошел в армию, отступил, возвращается, я верую. То есть он хочет в церкви причаститься, ничуть не бывало. За твое отступление, за то, что ты это сделал, ты обязан нести эпитемию, согласно церковных правил. Строгий священник накладывает, три года будучи счастлив преподающих. Закон такой. Если человек согрешил, церкви как уголовный кодекс расписано. Если человек спал в блуд, восемь лет. В прелюбодеянии у тебя уже было, где, говорится, и жена была, а ты куда пошел? Двенадцать лет. А если еще с этим что-то было связано другое, да солгал, пятнадцать лет. Самые строгие церковные наказания за добровольное преднамеренное убийство и зачародеяние. Восемнадцать лет. Из всех девятьсот восьмидесяти шести примеров правила одно правило, которое не давало покаяния даже при смерти, то есть примирение с церковью. Это когда один епископ наскакивал, то есть претендовал на другую епископию, а народ натравил на того епископа, тоже православного, уберите его, а меня возьмите, я лучше. Единственное правило, но после него святые отцы сказали, не ве мы, то есть не понимаем, почему столь строгое правило. Но оно так с этой оговоркой и идет. Вторичного крещения отступником не было, а только через покаяние три года в числе преподающих. К слову сказать, иные считают, что православным разрешалось в армии прислужить, принимать, убивать из-за этого им награда. Ничуть не бывало. От полного незнания эти слова. В православных правилах, которые на вселенских соборах утверждены, сказаны, если даже во время битвы на фронте убьет, два года отлучен. Во время борьбы с иноземцами, не говоря, что где-то ты сам пошел и убил. В правило все были мудрые составлены. 15 лет, если отлучен, 5 лет ты в числе плащущих. Потом только можно на три шага вперед продвинуться, а во время, когда верно остается, выходить. Но смотря на твое искреннее покаяние, тот срок мог еще удлинить. Вы защищали Геннадий Тихонович, вы защищали крещение младенцев. Пытались, простите мне это слово, пытались объяснить это на основании священного писания. В таком случае возникает вопрос, если это практиковалось крещением младенцев еще в одни апостолы, то к чему в 250 году в Карфагене нужен был собор, на котором в присутствии 66 священников под председательством Иоанна было учено... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok